Субтитры создавал DimaTorzok Тогда я жил в большой двухкомнатной квартире вместе с мамой, дедушкой и бабушкой. Точнее, для взрослых квартира была трёхкомнатной, но не для меня. Дверь, ведущая в одну из комнат, не имела замка. Но до поры до времени я был слишком послушным или трусливым ребёнком, чтобы её открывать. Родители сказали не открывать, ну и не буду. А разве стали бы они мне запрещать это делать просто так? Когда я спрашивал, особенно настучиво, они говорили, что там якобы живёт дракон. И не хочет, чтобы его обеспокоили. Порой я сам себя начинал дразнить. Вставал недалеко от двери так, чтобы мама ничего не заподозрила. И пялился на неё, пока окончательно не вымотаюсь. Я плохо помню свою маму. Более того, я совершенно не понимаю, по какой логике тогда все действовали. В квартире была такая комната. И никто, кроме членов нашей семьи, об этом не знал? Довольно удивительно. Но у нас в квартире ни разу не было никого, кроме маминых друзей. Если только мне не изменят память. Дедушку и бабушку я совсем не помню. Они сохранились у меня в памяти, как скорее голоса. И смутное ощущение радости от общения с ними. Вообще тогда я был почти постоянно счастлив. Постоянно находил повод порадоваться. Почти всегда был занят чем-то интересным. Как же я завидую шестилетнему себе. Не сложно догадаться, что я однажды всё-таки передразнил себя. Не смог сдержаться и залез в ту комнату. Я дождался, пока мамины родители уйдут из квартиры. А сама она станет мыть посуду. И скрывая за шумом крана, прооткрыл дверь. В первую секунду я не увидел там ничего необычного. Но в следующий миг понял, что вижу перед собой точную копию комнаты, где спали мы с мамой. Я прошёл внутрь. Было очевидно, что эта комната не может полностью повторять нашу. Ведь тогда должен быть кто-то, кто постоянно переставляет здесь вещи так же, как переставляем их мы. А такого человека в нашей семье не было. Взрослые сами не ходили в комнату. По крайней мере при мне. Ребёнка у меня был довольно сообразительным. Не то, что сейчас. Поэтому я сразу решил провести один эксперимент. Пойти в комнату. Передвинуть там, допустим, стул. И посмотреть, изменится ли что-нибудь здесь. Мама, наверное, ещё и половина посуды не вымыла. Так что пока я мог спокойно здесь разгуливать. Ну как спокойно? Я уже понял, что что-то с этой комнатой не так. Но, по крайней мере, опасности это для меня не представляло. Я вышел из комнаты. И тихонько, как мне показалось, притворил за собой дверь. Однако, съезжую секунду из кухни раздался встревоженный возглас. Дима, что ты там делаешь? Через пару секунд в другом конце коридора показалась женщина, которую я раньше никогда не видел. Сначала я испугался, но тут же нашёл разумное объяснение. Она была маминой подругой. И вошла, пока отомыла посуду. А я этого не услышал из-за шумящего крана. Только вот, как мама услышала, что я лазил в ту комнату. Она ведь была очень близко к крану. Стоп. А это точно был мамин голос? Вы кто? Робко спросил я. Дима, хватит! Она подошла ко мне и положила руку на голову. Иди занимайся дальше! Вода на кухне всё ещё текла. Но звона посуды слышно больше не было. А где мама? На всякий случай спросил я. Дима, не надо меня так пугать, пожалуйста! Женщина взяла меня за плечо и подвела ко входу. В ту самую комнату, из которой я только что вышел. Это было ещё более странно. Похоже, пока я находился в комнате копии, она превратилась в оригинал. Я вырвался и забежал на кухню. Кран тёк. Посуда была почти вся вымыта. А вот мамы нигде не было. Где мама? Истерически крикнул я и побежал в комнату. Дима, хватит! Женщина повысила голос. Я твоя мама! А теперь прекрати капризничать и иди в комнату! Так я и познакомился со своей новой мамой. Которую никогда не любил так, как любил прежнюю. И который вечно относился с недоверием. Когда я провёл в этом мире несколько дней, я понял, что изменилась не только мама. Теперь у меня появился отец. Весь день проводящий на работе. А вот дедушки и бабушки не было. Об этом я, пожалуй, жалел сильнее всего. В моей жизни никогда никого не было добрее их. Некоторые люди совсем не поменялись. Например, один наш сосед. Дома вокруг стояли, на первый взгляд, те же. Хотя теперь я не знаю, изменились ли они хоть как-то. Потому что до перемещения сюда особо не обращал на них внимания. А вскоре я понял, что если буду курчить непонимающего, то родители будут вводить меня по всяким психологам. И станут плохо относиться. Поэтому я притворился, будто ничего странного не произошло. Но в один день я всё-таки сбился с ритма. Его я запомнил, пожалуй, лучше любого другого из жизни. В квартире, куда я попал, сохранялась запретная комната. И я всё норовил снова войти в неё, чтобы вернуться назад. Сначала боялся. Потом желание стало становиться всё сильнее. Но, как я говорил ранее, я был довольно послушным ребёнком. И второй раз нарушить запрет всё-таки не решался. И тогда я решил спросить у мамы, можно ли зайти туда. Вдруг, раз она поменялась, запреты поменялись тоже. «Нет, туда нельзя заходить», – ответила она. «А почему?» Я спрашивал это уже тысячу раз у предыдущей матери. Но всё-таки решил спросить у этой. Там расширил твой старший брат. Когда он вернётся домой через много лет, то хочет найти свою комнату, такой, какой её оставлял. Больше она говорить на эту тему не стала. Позже я узнала, что у меня действительно был старший брат, уехавший жить в США и учиться в каком-то институте. Несколькими годами позже, когда родители стали оставлять меня одного дома, я даже рискнула зайти в ту комнату. Но ничего не произошло. Это была самая обыкновенная комната. Лишь немного напоминающая мою. Брат до сих пор так и не приехал. Но в тот день, когда я обдумывал мамины слова, я много что понял. Когда мама объясняла мне, почему нельзя заходить в ту комнату, она говорила это медленно, размеренно и довольно добрым тоном. Как будто в первый раз. Мог ли, другая, прожив с ней шесть лет, ни разу не спросить о причине этого запрета? Разумеется, не мог. Вывод? Я не знаю. Предположить, что другого меня, который решил с этими родителями, не было глупо. Получается какой-то заговор, в который вовлечено несколько человек с непонятной целью. А другие гипотезы? Что вообще здесь может происходить? Моих родителей уже нет в живых. Я до последнего не решался спросить у них о том времени, когда я жил в предыдущей тёплой и радостной семье до шести лет. И о том, что они делали всё это время. Я боялся их. Я не знаю, что со мной тогда произошло. Я не знаю, кто на самом деле такие мои якобы родители. Но я точно знаю, что с этим миром что-то не так. Субтитры создавал DimaTorzok